Верят в дырку от бублика и в лопух на могиле. Атеистов на земле 9%. А зачем мне верить в Бога, если не без него хорошо? Не хорошо. Пустота не может быть хорошим. И тьма. Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. И что вы можете? Курить, пить, блудить. Хорошо. Это все пройдет, а потом отвечает на суде Божьем. Как можно говорить хорошо, бравировать этим? Я не курю и не пью. Я занимаюсь спортом. Только без руганий. Вы можете без руганий говорить? Да, могу. Ни одного слова в материи не было, иначе вам стыдно будет. Вот, смотрите. Библия. Библия. Она отвечает на все вопросы. И что такое атеизм? Написано, Псалом 13, 52. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Причина. Они развратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Нет ни одного. Вот и ответ. Это 3600 лет назад написано. Псалмопевцам Давыдам. Причина то, что грех. Себя человеку смиряет. Еще за это не будет. А не будет поэтому твориться все как надо. Если атеистов сегодня, безбожников, так, агностиков считается 9%, то 99% преступлений в мире падают на них все. Так я ничего плохого не делал. Это вам кажется так. Если человек сидит за столом отца, который заработал, вырос, и не работает. И отца я не признаю, а сам в чашке ковыряется. Так, человек, мы от Бога получили земной шар. Природу, тело, сердце. А что все это не зависит? Мы от Бога все имеем. И дыхание, говорит, в ноздрях наших от Бога. А почему мир не может произойти просто так? Почему? А как оно так? Почему не можем жить просто так? Вы если не посадите, ничего нету. Ни одна мошка так не бывает. Она из чего-то. Ну, просто так появилась вселенная. Почему бы и нет? Ну, давайте будем смотреть. Лягушка и орел. Это одно и то же? Ну, нет. Нет. Слон и мышь. Одно и то же? Нет. Гальян, который в болоте живет где-то. И кит. Блюал. Нет. И что? Нет. А как оно такое разница может быть? Стоит жираф такой длинный. И бегемот, когда шеи совсем нету. Бог сотворил. Не хочется сказать, что все Бог. То, что сразу все продумывал и все сделал. Оно никак само по себе не может быть. И нигде нет промежуточных звеней между лошадью. Человек с тобой растет. Человек сам растет. Ну, человек-то растет. Это правильно. Но чтобы он создался, то человек и рост. И где? Вот мать музыкант. А отец математик. Рождается сын, у него наклонность и та и другая. И хромосомы показаны, что от родителей можно узнать. Я не согласен. Есть разные родители. Пускай кто-то там занимался спортом, а кто-то увлекался музыкой. А сам ребенок начал заниматься совсем не тем, что ожидали родителям. Ну, сами видите, какая кошка, какой кот и какие котята. Чтобы понятно было. От чумазого негра. И он никогда не родится с европейским лицом. Что тут непонятно-то? Ну, не знаю. Мне все равно то, что ваши слова, Библия и так далее, оно не доказывает того, что быть как человеком и так далее. Это просто само понимание, как быть человеком. Можно делать добро и не верить в Бога. А зачем добро? А зачем добро? Не выгодно. А можно делать зло и верить в Бога. Это тоже разные вещи. Знаете, Яну Златоусту, это начало пятого века, этой эры Христовой, говорили, вот вы говорите верующие, а бывает верующие плохо делают, а бывает неверующие делают, поступают правильно. Он говорит, что верующие поступают неправильно иногда, я знаю. А что неверующие поступают правильно, я этого сказать не могу. А почему? Три причины быть добрым. Первое. За каждый грех Бог обещает наказание муха вечная с сатаной в аду. За каждое доброе дело награда в небе. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. И несмотря на это, человек еще падает. А у которого атеиста ничего этого нет, и он был бы добрый. Чего ради? Зачем вы думаете? Вот пришли к власти Гитлер, пришел Сталин. Что они наделали? Это добрые люди были. Сталин в семинаре учился, Гитлер в хору церковном пел. Отступили. Еще из них получилось. 50 миллионов проглотил сатана. Демоны зла вырвались на свободу. Ну это же человеческий идеал и глупость. Вот эта вся херня, это началось за что? За ресурсы. Вы сами себя не обманывайте. Вы знаете, что у вас узды нету. Жена Владимира Ильича Ленина, Надежда Константина Крупская, говорила, религия-узда для масс. Она понимала. Религия-управление массы. Да. Бросили, теперь нет никакого управления. Там шаман идет, Кабышев. Вот они пошли там Путина изгонять. А он делает свое дело. А вы согласны, что... Нет, вы за Путина? Нет. Я вам говорю о том, что делается. У нас повеление прямое. Послание апостола Павла к Тимофею. Молитесь за царей, за начальствующих, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Вот мы предприняли миссионерское путешествие. Я много лет преподавал в пяти университетах одновременно. Тринадцать школ, пять отделов милиции, воинские счастья и много вопросов. И у меня вышло 41 том книг. Я решил подарить книги библиотеке мира. И мы в Барнауле. Мы доехали до Владивостока. Отсюда до Лиссабона, Тихого Атлантического океана, Скандинавию, Прибалтику. 650 городов и сел. И сделали подарок на 35 миллионов. Сколько выступать на стадионах пришлось. И скажу, что ни разу, нигде не было, чтобы мы молились, и Бог нам не ответил. Мы еще ищем. Мы только тронулись с места. И нас встречает полиция или милиция и помогают. Мы были у мусульман, нас принимали как родных. У нас есть такие, у нас тут везде хватает. Пьяницы, табакуры, блудники, развратники. Ну, это тоже люди. Люди, потерявшие человеческий божественный облик и превратившиеся почти в демонов. А не бывает хороших демонов? Не бывает. Они подняли пуч на небе. И ангел, архангел Михаил воевал с ними. Они пали на землю. И голос раздался. Горе, живущим на земле. К вам сошел дьявол в великой ярости, ища кого поглотить. Это кто это? Здесь Зеуль или какого там? Об этом говорит апостол Петр и Иоанн Богослов в апокалипсисе. Вот сейчас мировые события. Спроси любого. А как мне? Вот религия принимается правильно? Для чего там? Понимающие люди, Иоанн же правильно, не просто так идут креститься. Вы вопрос задали. Я пытаюсь ответить. Вы перебиваете. Написано глуп, кто дает ответ, не выслушав. Чтобы вам ответить, я непрерывно 57 лет учусь. 57 лет. Я вас больше не перебью. Я вам отвечаю конкретно. Будущее открыто Богом. И мы, верующие, знаем расклад. 2000 лет назад было предсказано. Перед кончиной мира. Как будет? Какие признаки пришествия Божия? Не продать, не купить. И все будут защипированы. А тогда еще 2000 лет назад. Кто про это знал? И говорит, перед самым концом пойдет с неба звезда Полынь называется. И река сделается мертвой вода. Полынь это означает черное былее, черная трава, Чернобыль. Теперь-то уже пишет журнал «Огонек» об этом. А кто об этом знал? Вот Владимир Ильич Ленин. Сокращенно, вилл. А это за 700 лет до Новой Эры, до Рождества Христова, было предсказано. Дальше вся власть перейдет к евреям. Сегодня вся юриспруденция. Все у евреев в руках. Пищать, интернет, все в их руках. И из них будет один правитель над всем миром. Уже имя его зашифрованное вышло. 666. И будет царствовать 42 месяца или 3,5 года. Этого нет ничего. Денежной системы не будет, границ не будет. А мы знаем, вплотную подошли уже. Вот так. Значит, мы, получается, живем в каком-то не настоящем мире? Мы когда умираем, попадаем в определенный какой-то мир, который сразу существовал? Да нет, нам не существовал. Он есть. Человек определяется. Человек дуалистичен. У него тело, вот это, которое мы видим, и душа, которая выходит. Выходит после смерти, душа выходит. Идет в определенное место. Вот мы считаем, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Написано, верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Он будет брошен в озеро огненное, где плащ искрежет зубов. Михаил Юрьевич Лермонтов писал об этом. Есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону зла, и мысли, и дела он знает наперед. А кто это знает? Только Бог. Мы в школе учили это стихотворение. Не, ну вот Бог это всевидющий, правильно? Да, творец мира. Если он знал, что будет такой, ну извините, грубо говоря, ну пипец такой. Ну что люди будут вести себя, ну так, как вы говорите, грешно. Если он это знал, почему он делал нас? Вот у меня такой вопрос. А вот потому что дал свободу. Человек сотворен по образу Божию. Божественная свобода. И поэтому не рабы, а свободные. Мы можем избрать добро и зло. И Господь говорит, я предложил вам добро и зло. Жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Изберите жизнь. Зачем вам умирать? Я этот голос расслышал, 23 года мне было. Я работаю на корабле, учусь в училище, знаю несколько языков. Меня Господь ведет. А в душе пустота. И вдруг в это время мне Господь дал Евангелие. Моя жизнь мгновенно изменилась 27 сентября 1962 года. Я этим путем иду. За мной тюрьмы, лагерь, смерть. Все, я прошел. А мне 81 год идет. Я еще ни одной таблетки не съел. Это Бог мой делает. В тюрьме, говорит, сотни, а может тысячи людей обратились. Стали на истинный путь. Следователь обратился, стал христианином, принял крещение. Начальник тюрьмы, полковник, умер по-христиански. Один следователь военный, военный, КГБ, стал священником. Ну, а если Бог нас всех любит, почему Он не может принять нас таким, кем мы есть? А зачем принять? Бог есть свет, и зло к нему не приближается. И Он говорит, будьте святы, как я свят. Подобное к подобному. Магнит притягивает железо, а не опилки гнилые. Ну, мы же дети его, почему бы и нет? Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих говорит. Придите ко мне, мне с большой буквы. Все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, научитесь от меня. Ибо иго моё благо и бремя моё лёгко. И найдёте покой душам вашим. Тогда покой, тогда радость будет. А это то, что вы похвалитесь, мне хорошо, не хорошо. Вы страдаете. И вы понимаете, я до этой бесходности живу, вдруг умер, нигде нету. Сожгли меня там. Нет. Человек, тело сгорит, а душа останется. Вот Хворостовский Дмитрий. 55 лет мозг заболел. Вот смотрит. Ну, это от здоровья зависит. У вас просто хорошее дозоровье. У вас давно физические данные. А вам просто повезло от ваших родителей. Надо им говорить спасибо, а не божьи лекаря. Я так считаю. Но если человек больной, ему никто не поможет. Или только он сам себе, или может какие-нибудь лекарства, которые придумали люди. Вы зайдите на наш Ютуб. И вы увидите. Там ролики стоят, как я в больнице. Прошел все, что требуется. Анализы сдал. Все. Операционное открыли. Я подхожу рядом делать. Только ложиться где-то. А я молюсь, и за меня молятся. Я стою около кушетки. Уже все, ложиться надо. Это, ну, маленько, меньше месяца назад было. Это все заснято. Я встал. Я говорю, а я выздоровел. Да как, анализы показали. Ничего нету. Чудо Бог сотворил. И уже целый месяц у меня ничего нету от того. Хирург стоит, ложитесь. Все уже проверено. Уже больше 15 кабинетов и рентгены. Там еще только не испытывали. Все прошел. Маленько повышенное давление. Что спрашивать-то? Я столько пережил. У меня пять тюрем за плечами. Я всю жизнь работал печеньком. Мне не давали работать прорабом. Хотя я из органов МВД работал. А я поэтому работал на самой низкой работе. И выработка была все время 280-300 процентов. Это Бог делает так. Это вы делали. У вас просто добрая душа. А не какой-то там... Вот мне просто нравятся те люди, которые целеустремленные. Когда к чему-то стремятся. А к чему-то верить это тоже хорошо. Но и не верить это тоже неплохо. Когда ты сам нормальный человек, тебе будут все улыбаться. А кому-то там просить, вот, мне плохо и так далее. Ну, судьба так судьба, пофиг. Вы прочитайте на аттестат сочинение, которое написал 15-летний Карл Маркс. Написал, эпиграф взял из Евангелия Отяна 15-я глава. Христос говорит, отец мой виноградарь. Я виноградная лоза, вы ветви. И он это все объясняет. Карл Маркс. Возьмите его полное собрание сочинений, посмотрите. Вот я вам рассказываю не какие-то там басни. Это мой опыт. Вот мы... Последняя миссионерская поездка была из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. Представьте. Мы все время в лесополосах останавливались, чтобы утром рано мы были в этом городе. 650 городов позади. Это Бог делает так. И везде выступления было. Какие люди пришли. В доме муллы ночуем. У мусульман такие отношения. Незнакомые люди стараются помочь. Мы только за одно путешествие, мы в Барнауле до Лиссабона. У нас на горюще ушло 440 тысяч. А у меня пенсия сейчас. А тогда она была 5 тысяч. Мне не давали нигде работать. Только при внедомственной охране своего района центрального, где я жил. Это от Железнодорожного. И все. У нас все есть. Мы с нуля строим православную деревню. Чтобы человек говорит, я хочу поселиться. Разговор идет. Он должен 5 качеств иметь. Первое. Никогда не лжет. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Мы единственная деревня, когда 21 тысяча исчезли, получили статус. И у вас что-то гремит там, это выключить бы надо. Да нет, у меня ничего не... Я не знаю, извините, это возможно у меня динамик такой или телефон. А так ничего. Ну вот я вам что говорю, представляете. И Бог все устрояет. Мы с нуля начали. Самая инфляция идет. Если вы не знаете, что эта инфляция дала, вот с 91 по 97 год. Я точные цифры знаю. 10 тысяч 70. 10 тысяч 70. То есть, если раньше был рубль, то теперь 10 тысяч 70 рублей. И в это время мы начали строить деревню с нуля. Одна лопата. А теперь все. Живут люди. И трактора, и комбайны, и интернет, и школа. И все официальное. Государственное. Мы не подпольное. И церковь построили. Брат у меня священник. И все работает. И у нас священник. В церкви мы православные. Он с тарелкой у нас не ходит. У нас этого нету. У нас крещение. Все бесплатно делается. Введена святая десятина. И больше нигде. Вы добились этого. Согласитесь, с вашими усилиями. Большим трудом. Мы восстановили вокруг 6 прудов. Этим занимался лично я. 6 прудов. Сами зарыбили ее. То есть, рыбу привозили. И теперь ловите. К нам еще претензия была. Там Росохота. Там ролики. Вы зайдите. Вот YouTube называется. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Открытым оком. Открытым глазоглазом. Вот если вы зайдете там. Там наших роликов. 16 тысяч 800. Много. Да. Просмотров 41 миллион. И вы увидите, какие у нас люди. Как женщины одеваются. Как в школе идет. Как в церкви. Порядок такой. Ногами не переступят. У нас все строго. У вас просто это сделано вашим трудом. Говорю. У меня совсем по-другому. А другие люди-то учатся. С красным дипломом заканчивают. Как это так мое. Это просто мы перед Богом. Вот заканчивают. Юрист у нас свой. Красным дипломом. Врач с красным дипломом. У нас все серьезно? Ну у меня нет такого. У меня все через заднее место. Вас как звать? Меня Владислав. Владислав. И Игнатий Тихонович. Владислав. Вот. Если вы зайдете в скайпе. Зарядите два слова. Запишите. Игнатий Лапкин. Вы на меня выйдете. Я вам дам огромные материалы. Вы посмотрите в ютубе. И выступления. И работаем как мы. И как в церкви. Какие у нас женщины, девушки. Вот она девочка у нас. У одной трое. Три дочери. Три дочери. У одной больше ста наград. Она еще школьница. Музыкальная. Кластику играет. Больше ста наград. Народ талантливый. Почему? Муж не пьет. Жена не пьет. Никто не курит. А они матерного слова не слышат. Не знаю. У меня брат курит и пьет. Но я сам не курю и не пью. Потому что мне не нравится. Да зачем это нужно? Пьяницы царствия Божия не наследуют. А там мало. Библия прямо говорит. Пьяницы царствия Божия не наследуют. И все на этом. А если вы зайдете. Там у меня книга на первом сайте. Сайт называется. Восетия Библии. И к истину православия. И там ткнете пьянство. Оглавление идут. Вот так ткнете в него. И сразу открывается тема. Вся статистика мировая. И что Библия говорит. Что говорят святые отцы. Это из трехсот томов я беру. Что говорят каноны. А канонов это семьсот девятнадцать. И что говорят. Жития святых. Тысяча сто семьдесят три биографии. Из них нужное вставляю. Понятно. Ну. Все равно. Вот сколько бы ни говорили. Не знаю. Мне и так живется хорошо и без веры. Главное что ты сам хороший человек. А остальное я думаю это все равно. Если вы будете к Богу взывать. Господь ответит вам. У меня много знакомых было. Я не так хорошо. Даже если когда будет плохо. Я буду винить не кого-то. А себя. Зачем мне кого-то просить о помощи. Если я лучше буду рассчитывать на себя. И на своих родственников. Вот у меня. Которых я могу попросить о помощи. А не о тех людей. Которые. Не знаю. Которые что-то верят. И хотят мне помочь. Но что-то я сомневаюсь. Что мне кто-то хочет помочь. Может и найдутся люди. Моих родственников. Не родственников. Сверстников. Какие были. Там одноклассники. В нашем селении где. Только один больной остался. Никого нету. Один к чужой жене ходил. Его убили. Другой утонул. Третий пьяный сгорел. Никого нету. Без Бога хорошо. Но как это может быть хорошо? Сказал безумный. В сердце своем нет Бога. Безумный. Он безумный. Видя эту красоту Божию. И выйдет под звездное небо. Монтей говорит. Это не просто кто-то. Философ крупный. И он говорит. У гроба близкого человека. И под звездным небом. Отрицать Бога. Может только преступник. Или явный идиот. Ну вы очень начитанный человек. Вы много знаете. Но с большинством то что вы говорите. Я соглашусь. Но и с большинством я немножко отойду в сторону. У меня как бы свои мысли на счет этого. Знаете. Интересно. А существует магия? Да. Существует темная сила магия. Бесовская. А как ее воспринимают люди? Никак. Точнее как их учатся? И зачем она нужна? Если ты этим занимался. Отлучается от церкви на 18 лет. Если ты к такому ходил. На 5 лет. А если ты его в дом принял мага. На 2 года от церкви отлучается. Стоять будешь в прихожей. Каноны. Это бесовская сила. И человеки. Это как правило. И кто рак мозга. То еще что-то. Ну магией считаются вот эти целители. Которые помогают людям. Можно сказать у них есть способность какая-то? Нет. Или это божий дар? Нет. Это не божий дар. Магия. Магия это от дьявола. Ну ванга. Ванга это божий дар. Вот женщина-магия. От дьявола. Ванга от дьявола. Ее поднял. Ветер там. Глаза засыпало. Видела какого-то человека. И она на сахаре все гадала. Под подушкой чтобы был. Я знаю вангу очень хорошо. Много считал. Но это все не от Бога. От Бога не так. Вот у меня крест. Я сижу на машинке печатаю. Я много печатал. В это время знакомый приходит и говорит. Закрой глаза. Ну я закрыл. Держу. Он что-то тут делает. А он на меня крест священнический повесил. Большой серебряный крест. Это у нас около тюрьмы расстреливали. И там они нашли. Видно расстрельный священник был. И меня с этим крестом. Ну я его снял. Цепочку то убрал. Я не священник. И я его взял с собой. И меня арестовали когда. И он у меня с собой. Ну куда его деть. Его отнимут там. Проходишь там. Миноискатель метел со всех сторон. Но Господь помог мне пройти туда в тюрьму. Когда со следователем ближе познакомились. Я говорю. Владимир Кузьмич. Виталий Николаевич. Это первый был у меня. Я говорю. Вы могли бы одно дело сделать для меня. Он говорит. А почему нет? У нас хорошие отношения с ним установились. А что такое? Ну пообещайте. Скажи. Я обещаюсь. Я снесу домой. А это не... Да нет. Это не бомба. Ну он говорит. Да я сделаю. Я вытаскиваю хлеб. Отдают там. Отрезают когда-то. А я мякиш выбрал. И туда крест положил наискосок. Я опять замазал его. Его проверяют сразу хлеб. Проверяют. Его не проверяют. Проверяют на меня. Хлеб лежит. Потом я забираю. Дальше и иду. Ну я разломил. Отдал ему. И он сразу пошел через коридор. В другой кабинет. Другому следователю рассказать. А тот допрашивает кого-то. И потом кого он допрашивал. И в мою камеру. В одну камеру у нас посадят 112. И он все расскажет. Так это про вас говорили? Я говорю. Да. Ой. Говорит. Это не районная. А городская прокуратура. Как пронес. Говорит. Все преграды прошел. И Господь помогает. Я свидетельствовал. Один из них там. Большой срок ему. Я говорю ему о Боге. И он принял. И нас отсадили отдельно с ним. Володя Редькин. Он обратился к Богу. И мы теперь вместе поем и славим Бога. Обратился один татарщонок. Ему лет пять было. А не с ножом. Поросенка на сторожиху. Он говорит. Можно вашему Богу молиться? Давайте. А другие говорят. Вчера в ночь умолились. Семь человек сзади на колени становились. Можно мы с вами молиться? Я их не зову. Преступники. Шестая ходка у них. Видите как? А будь я неверующим. Я век никому не нужен. И не знаю. Меня вызывает. Камера большая. Семьдесят пять человек. А шконок. Каравати. В три раза меньше. По очередности. Я только зашел. Сразу этот пахан подходит. Вор в законе. Какая статья? Я говорю. Суд 90 прим. Что он означает? Они не слыхали. Политическое. Распространение там сведений. Ворочих общественный государственный строй. А у меня этого не было. У меня стихотворение взяли там про Ленина. Стоит свой рот ащерев. По мёту птиц подставил голый череп. Вождь атеистов. Сонмище иуд. Он говорит. А где бы вы хотели? Я посмотрел. Я говорю. Ближе к окну. Я не курю. У меня. Он подошёл. Эти, которые трясал в сторону. А наверху вторая шконка. Куришь? Пошёл оттуда. И теперь из них три. Которые не курят. Восемь часов. Моют руки. Полностью вся камера. Замолкает. Разводящие смотрят. Я начинаю проповедовать. Два часа каждый день. Дверь открывается. Охранники с двух этажей стоят. Я кому говорю. Никто не верит. А оттуда вернулся. Один и рассказывает. А он не знал, что я буду здесь. Когда я освободился. 11 лет шёл в суд. Я реабилитирован. 11 лет шёл в суд. И я его выиграл. Они мне должны были 11 миллиардов. Не динаминированные те деньги. И вот два дома, где я сижу. В частную собственность. Решением суда мне выделили. Городская администрация. А её муж соседа. Он говорит. Он как раз у нас и сидел. Это всё я видел. Это Бог делает. А будь я неверующий, кто бы я был. А там что делается, вы бы знали. Что такое пресс-хата. Вот фильм есть 50 серий. Зона. Вот это. И был такой атеист Вольтер. Он говорил. А это времена там Екатерины. Через 100 лет. Библия будет забыта. Заброшенная книга. Вот эта Библия. Будет забыта. Заброшенная книга. Её можно будет найти только в кладовых и археологических музеях. Как свидетельство глупости более ранних поколений. Здорово сказано. Но через 100 лет в этом здании, где он с балкона говорил. Склад библейское британского общества. Которое распространило 326 миллионов Библии. Полностью или частично. Вот как Бог посмевается. Одна умерла. А я встречал человека. Знаете, он обо мне рассказал всё. Хотя он не знал меня вообще. Знаете, бывает такое. И вот он мне рассказал, что 36 лет будет какая-то авария. И сказал, типа, я смогу, типа, или умереть, или, типа, от такого. Ну, если чем-то не буду там заниматься. А это хорошо, что я узнал наперёд, что... Плохо. Ничего вы не узнали. Ничего. Во-первых, он знает про убийство. Это все демоны знают. Потому что они его устраивают. А свои дела он узнает. Он вам не сказал, когда вы встретитесь со мною. Услышите о Боге. О радости во Христе жизни. Он этого не мог сказать. Он слушать не может. Я с ними встречался. А он не знал, куда прятаться. Я зашёл к нему в дом, меня привели туда. Он в окно выскочил. В окно выскочил из своего дома. Я думаю, это случайность. Я не один был. В Москве, не где-то. Это Бог делает так, чтобы мы любили Бога. Но они ничего не значат. И он ещё тебе предсказал. Веру он дать не может. Он дьявола услышит. Ну, всё же, придумали люди хорошие и плохое. Сами люди, а не кто-то. Ну, отслабоститесь. Вот, постойте, дайте я скажу. Вот я как думаю. Вот есть люди, да, к примеру, какие-нибудь убийцы. Да, начнём с них. К примеру, убийство людей, им это хорошо. А с нашей стороны, это плохо. Тогда, в чём здесь суть хорошего и плохого? Значит, у каждого человека есть что-то хорошее и что-то плохое. Что-то у каждого личное, кто считает, что это плохо и хорошо. А при чём здесь Бог дал, там, зло и добро. Выбирайте сами. Ну, если человеку нравится, к примеру, заниматься таким, как его можно судить за это? Понятно. Вот, Евангелие первичнее, Евангелие, говорит, совесть первичнее Евангелие, Златоуст говорит. Я сначала не понял, а почему? Когда Библии не было, а люди как жили? Совесть. Я то оправдывала, то судила. А что такое совесть? Это участок души, через который слышится голос Божий. Бывает, человек сожжённая совесть, он бессовестный совершенно. Он ещё, он даже не понимает, что покаяться, нельзя так обращаться с людьми. Он ничего не понимает. Он нахально лезет и где-то. Но он не попал ещё туда, где эта молотилка ждёт, где дубина Божия лежит. Я с такими героями встречался очень близко. От них ничего нет, по стенке размазанное. Они подползают ко мне, отец, убивают. Можно я рядом с вами стану на разводе? Самых сильных, когда уже осуждены, убийцы, их ставят бригадирами, чтобы он наводил порядок. И как бьют. А ко мне они с благоговением. Отец, вы видели, тут гражданский приходил. Да, это ради вас приехал из области, из Жамбула. А я в Жанатасе был, в Казахстане. А, наверное, вас вызовут. И правда, меня вызвали. Вызвали, говорит, решение такое, Президиум Верховного Совета СССР о помиловании политзаключённых. А я не знал этого. Мы сидим в столовой, там 700 человек. Кормят в лагере-то. И в это время кто-то кричит. Статья 70-е и 190 прим. Попадают под это не амнистию, а помилование было. Я тогда первый уже съел. Я говорю, второго не надо, иду на свободу. И мне специальный офицер, сопровождающий меня, даётся. Я говорю, никуда не пойду, пока к начальнику не приведёте. А ему говорю, я сейчас же еду в Центральный комитет партии, пишу письмо, что здесь творится. Какой беззаконник, говорит, Бахаев звать его. И постепенно я нашёл офицера, который меня сопровождать должен был. Я ему книги выслал. Это Бог так делает. Когда освободился, уже я нашёл его лет через 15. А как называется у вас YouTube канал? YouTube называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы запишите, ручку возьмите. Против меня роликов 200 в интернете. Вы наши смотрите. Как, как? Повторите ещё. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. И вот сайт есть, так же называется. Сайт. И в скайпе вы меня найдёте, Игнатий Лапкин. И тогда мы поговорим, я вам материалы могу скинуть. Скайп. Игнатий Лапкин. Лапкин, да? Да, Лап-П. П-Лапка. Ну, уменьшительное от слова «лапа». Спасибо, Бло. Очень приятно пообщаться. Мне просто дела надо пойти по-моему. Слава Владислав. Владислав, за вас вопрос. Владислав, звать вас? Да, меня послал. Да благословит вас Господь и дарует вам веру. Заходите по скайпу, у меня найдите. Мы побеседуем. Я вам много материалов дам. Спасибо большое. У меня подписчиков 41 тысяча. Я понял. Спасибо. До свидания. До свидания. Отключайтесь. До свидания. До свидания.